Сегодня глава государства подписал постановление о дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению. Так, согласно документу, с 1 сентября 2020 до конца года на всей территории страны рассмотрение заявлений на получение социального пособия и его назначения будут осуществляться через единый реестр социальной защиты. Детальнее об этом в комментарии нашей программы. В любой стране мира в обществе имеется социально уязвимый слой населения, который нуждается в поддержке государства. Нынешний период еще больше обострил проблематику. Средства на эти цели выделяются, однако в вопросах адресной направленности вызывает немало нареканий. Нынешнее развитие событий продемонстрировало необходимость совершенствования системы распределения пособий. И постановление президента о дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению направлено как раз на это. Комплекс мероприятий подразумевает в первую очередь выявление в самые кратчайшие сроки той части населения, которое особо пострадало в период коронавирусной пандемии и создание прозрачного и действенного механизма целенаправленной государственной поддержки, а также внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в этот процесс, дабы исключить по возможности человеческий фактор. Для информации, с 1 октября 2019 года в Садаринской области в качестве эксперимента пособия на детей до 2 лет и семьям с детьми до 14 лет, а также малообеспеченным ячейкам общества определяются при техническом и экспертном содействии представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане в рамках информационной системы Единый реестр социальной защиты. И надо сказать, что эксперимент оправдал себя. За прошедшее время реестр показал свою актуальность, и среди населения данная система получила очень хороший резонанс, потому как люди смогли избавиться от бумажной волокиты, а данные собираются автоматически. Процесс подачи заявления и назначения пособий был очень сложен. В чем заключалась его сложность? В первую очередь для человека, который хотел подать заявление, необходимо было собрать очень много документов, таких как справки о доходах членов семьи, справки о наличии собственности недвижимости, наличии автомобиля и многих других справок. Кроме этого, механизм рассмотрения заявлений, он был непрозрачен, потому что отсутствовали точные критерии для признания малобеспеченной. В-третьих, отсутствовала информационная база о всех государственных расходах, произведенных для защиты населения. Согласно документу, с 1 сентября 2020 года до конца этого года на всей территории страны рассмотрения заявлений на получение социального пособия и его назначения будут осуществляться через единый реестр социальной защиты. Данный порядок будет вводиться поэтапно. К примеру, сегодня, чтобы стать получателем данного вида помощи, к заявлению в бумажном варианте необходимо приложить еще свыше 10 различных документов. Рассмотрение же занимает более месяца. С внедрением единого реестра появляется очень упрощенная система рассмотрения заявлений. Отсутствует необходимость сбора различных справок. Достаточно будет человеку подать заявление и приложить к нему копии паспортов, копии свидетельств о рождении ребенка, а также копии о заключении брака. И предоставить эти документы в Махалинский комитет. Далее Махалинский комитет заверяет состав семьи и передает эти документы в отдел пенсионного фонда. Работники отдела пенсионного фонда все эти данные вводят в единый социальный реестр. И на этом этапе человеческий фактор, можно сказать, уже заканчивается. Он полностью исключается, так как весь сбор информации необходимый для назначения пособий или же признания семьи малообеспеченной осуществляется в автоматическом режиме. Внедряемая система позволит в режиме реального времени автоматизированно осуществлять обмен информацией 16 органами и, исключая человеческий фактор, назначать пособие в течение 37 минут. Очевидно, что внедрение системы потребует значительного объема материально-технической базы. Всемирный банк сотрудничает с правительством Узбекистана в вопросах развития эффективной и прозрачной системы социальной защиты в стране, функционирующей в интересах граждан, действительно нуждающихся в материальной поддержке, включая малообеспеченные семьи, безработных, лица с инвалидностью и другие выязвимые слови и населения. Всемирный банк приветствует меры, принимая правительством по автоматизации процессов предоставления социальных услуг и помощи населению. Они являются особенно своевременными в контексте пандемии и смягчения ее социально-экономических последствий для граждан по всей стране. Так вот, все необходимые компьютеры и устройства будут приобретены за счет льготного кредита Всемирного банка. А внебюджетный пенсионный фонд при Минфине определен в качестве владельца и пользователя данной системы. Личный идентификационный номер отлине считается идентификатором физического лица в системе Единый реестр социальной защиты. В этой связи Государственному центру персонификации совместно с МВД поручено обеспечить идентификационными номерами тех, у кого их нет. Для того, чтобы сократить бумажную волокиту и придать достоверность представленных документов, все данные относительно гражданина будут предоставляться в электронном виде. Таким образом, освобождение от платы за детский сад, аренда учебников в школе для малообеспеченных семей или, скажем, приобретение одежды и оказание специализированной медицинской помощи путем выдачи ордера отныне будут осуществляться без предоставления дополнительных документов. С 1 января 2021 года при предоставлении социальных услуг отменяется востребование 11 видов документов. Малообеспеченные граждане еще получат доступ к 7 видам социальной госпомощи. Справка о статусе малообеспеченного попадает автоматически через интерактивный портал и действует в течение 12 месяцев. Постановлением утверждена программа мероприятий по улучшению и расширению электронного сотрудничества между Единым реестром социальной защиты и информационными системами заинтересованных министерств и ведомств. Минфин уже поручено вести постоянный мониторинг за исполнением вышеназванной программы. Обращения и жалобы относительно назначений пособий будут рассматриваться специальным создаваемым сектором в структуре пенсионного фонда. На сегодняшний день в архивах органов ЗАГСа хранятся свыше 57 миллионов документов в бумажном формате, 60% которых введены в электронную базу. Будут привлечены около 2000 работников для оцифровки данных, которые существуют в архивах ЗАГСа. Также для этих сотрудников будут приобретены около 2000 компьютеров и другой техники, необходимые для оцифровки. И начиная с 2021 года в население появится возможность предоставлять заявление в онлайн-режиме через посредством интернет или же напрямую в пенсионные органы. Постановлением Министерства юстиции до 1 января 2021 года поручено сформировать единый электронный архив ЗАГСа, что позволит через агентство госуслуг и органы записи гражданского состояния путем закрепления идентификационного номера точно знать состав членов семьи. Еще один аспект нововведений, который имеет благую составную. После завершения формирования единой архивной базы ЗАГСов, приобретенные для этого компьютеры и другая оргтехника будут безвозмездно переданы общеобразовательным школам. Современные технологии становятся действенным фактором обеспечения социального благополучия, когда социальная поддержка и помощь доходят непосредственно до тех, кто мне нуждается, когда справедливость оказывается выше человеческого фактора. А на сегодняшний день это отнюдь немаловажно.